Привет, дорогие друзья! Ну, на сегодняшний день пока абсолютно неясно с тем, отправили ли запросы российские правоохранительные органы в Европу, где сейчас по данным, ну, как минимум её родителей, да, которых мы показывали, находится подозреваемая, основная подозреваемая в убийстве дочери Дугина. Она пока что, надеемся, жива. Поэтому почему происходят такие странные проволочки в деле, где допрос этого основного подозреваемого является самым главным, я не знаю. Это я не знаю. Но я знаю одно, что не только Киев максимально пытается отмежеваться от этого заказного убийства, но и пресса. Цивилизованная пресса цивилизованного мира делает то же самое. По сути, делая то же самое, что они делали много лет назад. Давайте я вам выдержку зачитаю. Деревенские жители пришли поблагодарить саудовского бизнесмена, строящего дорогу, которая в скором времени впервые в истории должна будет связать их дома с Хартумом. Мистер Бен Ладен со своими высокими скулами, узкими глазами и длинным коричневым облачением выглядит в точности так, как должен выглядеть легендарный горный воитель-маджахет. Перед ним танцуют дети в чадрах. Проповедники рассуждают о его мудрости. Мы ждали эту дорогу. После каждой суданской революции заявил один из шейхов. Мы уже отчаялись. И тут появился Усама Бен Ладен. Эта статья называлась «Антисоветский воин направил свою армию на путь к миру». Она вышла 6 декабря 1993 года в британской газете «The Independent». Да, я хочу проводить параллели. Потому что человек, который боролся со своими чисто политическими оппонентами, которые не призывали его убить, не нападали, не совершали на него покушений, боролся с ними путем нападения неонацистов, которые их забивали, пытались убить, призывали убить. Потом этот же человек, пользуясь вторжением 24 февраля, начал бороться уже путем убийств. Сначала они проверяли. То есть, вот там один убитый, второй убитый, третий убитый. И ничего, никакой реакции. Потом пошли теракты. Да, да, на занятых Россией территорией. Но, тем не менее, мы показывали, к чему приводили эти теракты. Эти теракты, то, что там нет гибели десятков мирных людей, которые могли просто прогуливаться мимо этих фугасов, которые постоянно закладываются на пути следования автомобилей. Это просто чудо. И так начали подрывать автомобили. Об этом начали отчитываться представители МВД. Класс! Мы совершаем теракты. Вон там убили коллаборанта. Вон там еще одного расстреляли. Начали рассказывать о политических убийствах. Тут политические убийства и теракт происходят уже в Москве. И хорошо бы Западу задуматься, а не начнут ли они происходить и на Западе. Но Запад делает вот это. В BBC. Допустить участие Киева сложно. Гибель Дарьи Дугиной в западных СМИ. Сложно допустить участие Киева. Того самого Киева, где за день до убийства Дугиной вышла внезапно передача про Дугина. Где Зеленский за полторы недели до этого рассказывал. Мы будем всех доставать и так далее. Они уверовали в то, что они уже что-то типа Израиля. Они типа Масада что-то. Но это просто тупые клоуны. И то, как они что делают, четко это подтверждает. А вот эти вот, это уже не клоуны. Это подонки. Убийство Дугиной дочери идеолога агрессивного русского мира Александра Дугина. Но надо сразу же побольше вот такого рода эпитетов. То есть, вот без этих эпитетов ты не сформируешь свое мнение сразу же. Кто такая эта Дугина? А, она дочь идеолога? Так яблоко от яблоньки-то. Нашло широкий отклик в западных СМИ. Газеты пытаются объяснить роль 60-летнего философа. В российской повестке сомневаются в официальной версии ФСБ. И предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне. Но, конечно, надо сомневаться в официальной версии. Дочь Дугина погибла при взрыве. Так. Сегодня ФСБ опубликовала свою версию произошедшего. В убийстве подозревает гражданку Украины. Причем она просто так гражданка Украины. Просто вот со своей дочерью 12 лет. Не надо сообщать о том, что она служащая вооруженных сил Украины, которая внезапно оказалась в Москве. Ну и не стоит сообщать также, что ее родственники также служащие вооруженных сил Украины. Да и других подробностей надо опустить. Надо было еще написать, что она там была не просто с дочерью, а еще и с котом. С котиком. И написать, что у котика еще больная лапка. Чтобы объяснить значение убийства Дугиной, западные газеты пытаются дать определение роли ее отца в российской политике. И сделать это им очевидно просто. Пророк или русский фашист. Ну конечно же мы делаем вывод, что это конечно же, понятно, русский фашист. Американский общественный вещатель НПР пишет о Дарье Дугиной так. Она была дочерью человека, который часто называют мозгом Путина. Больше 10 лет и отец и дочь настаивали на российском вторжении. Оба много раз заявляли, что процветание России возможно только при условии уничтожения Украины. Я переходил на первоисточник в надежде увидеть там ссылку на утверждение Дарьи Дугиной о том, что процветание России возможно только при уничтожении Украины. Более того, она, по мнению вот этого американского издания, заявляла это много раз. Цитата. Много раз. Возможно, я это упустил. Вот эти вот многократные заявления. Но неплохо было бы в американской прессе, а также вот в BBC, сделать ссылку на парочку таких заявлений. Но если их было много, то это, я думаю, не составит труда. Здесь вот дальше все рассказывается про Дугина. Дугин известен разработкой крайне правого взгляда на роль России. Некоторые говорят, что он мог сформировать экспансионистскую внешнюю политику российского президента. Применению Дугину в кремлевских СМИ нашлось. И все это надо много про Дугина. Но ведь убили его дочь. Убили его дочь. И это объяснить трудно даже с позиции того, что Дугин очень плохой человек. Очень плохой он. Говорил плохие вещи. И поэтому надо взорвать его дочь. Правильно? Далее ссылки. Конечно, на подалека, который рассказывает о том, что это все сами россияне. Но вот дальше. Попытки покушения и заказны убийства публичных фигур были определяющим мотивом беспокойных российских 90-х. В последние годы в Украине их целями становились бизнесмены и журналисты. А в последние недели в оккупированной части Украины пророссийские деятели. В Москве 90-х взрывы автомобилей были привычным делом. В путинской России они стали редкостью. Но вот хотя раньше украинские спецслужбы удавалось проводить операции на оккупированной России территории неподалеку от линии фронта, нет никаких оснований предполагать, что Киев способен организовать столь дерзкое нападение так близко к российской столице. Теперь давайте подумаем. Итак, в России это редкость. И тут вдруг происходит вот такая штука, которая является редкостью. Редкостью подрыв автомобиля после 24 февраля. В последние недели происходит на занятых Россией территориях аналогичные подрывы пророссийских деятелей. Так, 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 подождите, что-то у меня, у меня, по-моему, что-то вырисовывается. Какая-то, ну, четкая логическая цепочка. Нет, у них не вырисовываются. Не вырисовываются никак. Они говорят, что были подрывы журналистов в Украине. Правильно? А кто-то понес наказание за эти подрывы? Нет, никого не нашли. Но обвинили Кремль. Кремль обвинили, задержали исполнителей, а теперь они выпущены. Они выпущены и гуляют на свободе. Более того, там же дальше по тексту. Они сами говорят о том, что заказные убийства в России происходили. Однако же целями их были противники критики Кремля, а не сторонники Кремля, не кремлевские. И все это, вы что думаете, вот к какому логическому выводу приходят вот эти колумнисты? Ну, конечно же, они должны прийти к выводу, что, скорее всего, это происходит и напрямую связано с 24 февраля, с тем, что сейчас происходит на занятых Россией территориях, приходят, имея все эти данные, к выводу о том, что это вряд ли Киев. Что? Можно вообще что угодно, уверен Шиф. Вот и все. А в украинском обществе одна партия, один лидер, один язык, одни мысли, поэтому там вообще такого и быть не может. А вот в российском может, так и получается во французском тоже может. Ну вот во Франции, потому что там разные течения. В немецком может, да? Везде, где возможна оппозиция, где возможна оппозиция, различные течения власти, там, возможно, получаются убийства, и, в принципе, на них даже обращать внимание не стоит. Я надеюсь, надеюсь, что нападение организовано одной из этих групп, а не заказанной из Украины. Мы видели ужасы военных преступлений, совершенных российскими военными. Конечно, я бы не хотел видеть с украинской стороны ничего похожего на убийство мирных жителей. Так что очень надеюсь, что заявления представителей Киева правдивы. Никакого отношения к этому убийству Украина не имеет. Да, они практически так же правдивы, как тогда, когда Ту-154 сбили украинской ракетой. И это все отрицали, и отрицали их на протяжении 10 лет. И Кучма сказал тогда, что ну ошибка, бывает, что бывает. Бывший британский посол в России сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство. Современная Россия находится под жестким контролем. Допустить, что страна, с которой Россия находится в состоянии войны, могла организовать взрыв автомобиля в Москве, при том, насколько российские власти озабочены вопросом безопасности, довольно сложно. Да и было просто невероятно практически, чтобы какая-то барышня заехала, сняла квартиру, последила, а потом просто заложила под дно. Может быть, барышни сказали, что это какой-то трекер, который будет отслеживать движение автомобиля. Я склонен думать, вот в последнее время, когда я узнаю, что у барышни была серьезная травма головы, что у нее была операция на черепной коробке и так далее, у меня, я склонен думать, знаете, что ее подставили. Ну, то есть, что я не могла в полной мере понимать то, что она делает. Иначе не поперлась бы туда однозначно с ребенком. То, что она имеет к взрыву непосредственное отношение, здесь у меня сомнений нет и, в принципе, не было сразу же. Но понимала ли она, что это бомба, я не знаю. А у нее спросить? Ну, еще пока что можно, пока ее не грохнули. Надеюсь. Ну и все, последствия. В западных СМИ отмечают, что после убийства Дугиной в прокремлевской среде усилились призывы отомстить Киеву. Твит Симоньян, явная отсылка к заявлению офицеров ФСБ, подозреваемых в отравлении в Солцбери Скрипаля. Но со Скрипалем западному миру все было понятно сразу же. Как понятно было и с Навальным, который настолько крепок, что его все-таки не убил тот самый новичок. Хотя, вы знаете, госпожа Бавари ее убил, что ее там убило? Какой-то такой бытовой обычный яд, да? И не смогли ее спасти. А вот разрабатывают специальные люди в специальных лабораториях специальные отравляющие вещества, которые должны быть настолько сильнодействующими. Но здесь не получается. И у западных СМИ это не вызывает ни тени сомнений. А здесь все-таки сомнительно. Подождите. Служащая ВСУ приехала в Москву, тасовалась в том же доме, в котором убитая. Ее сын тоже служащий ВСУ. А до этого они выезжали в Европу, как мама говорит ее. Она спасла своего сына, забрала его. Из ВСУ забрала? Я не знаю. Я знаю, что из этого она его забирала. И поэтому они уехали за границу. То есть она мать, которая спасает своих детей. И это тоже не вызывает никаких вообще подозрений. Ну, ВСУ поехала, ну и что здесь такого? Ну, военнослужащая решила просто поехать в Москву, пожить там немного. Потом же она уехала оттуда. Да. Через несколько часов после убийства. Это, конечно, немало не подозрительно. Я вам должен сказать, что я не зря зачитал вот эти вот цитаты из статьи Independent по поводу Усамы Бен Ладена. В свое время заигрывание с терроризмом привело к очень плохим последствиям для десятков тысяч людей. Многие жизни были разрушены навсегда. Сейчас мы видим опять заигрывание с терроризмом. Есть война, есть военные преступления, есть все что угодно. А есть терроризм. Терроризм и политические убийства должны стоять особняком. Тем не менее, Запад предпочитает наступать на те же грабли, на которые наступил с Усамой Бен Ладеном. Пока.